Мы таким газом не очень занимаемся, я очень извиняюсь, но размер задницы карзашьяна не очень в нашей повестке дня. Также вот такие зарплаты тоже не очень. Да, есть средства массовой информации, которые на этом делают свою аудиторию, это понятно. Ну, любое оглашение такого вот, скажем так, крупного размера зарплаты, даже в любом контексте, я думаю, была очень читаемая такая новость. И понятно, что перед вот такими публичными скандалами или вещами, которые раздражают все общество, как положение врачей, это, конечно, очень хорошо прозвучало бы. И не каждая медиа может просто воздержаться от вот таких легких кликов. Ну, на лете же тоже было это. 39 тысяч? Да, 33 тысячи, да, была. А, ну, может быть. Была. Тогда надо смотреть контекст, почему? Потому что, ну, опять, это, если не ошибаюсь, был какой-то один конкретный случай, и там какой-то врач, там, получилось так, что он там, и причем это не было типически, там терапевтом какой-то там, не помню, то ли, то ли этот хирург, ну, как их, который занимается красотой. Пластический хирург. Пластический. Что-то такое, мне кажется, было. Ну, это же не типические случаи, да, каждый может понять, что… Скорее исключение, что… Это опять, вот, одна ситуация из той же самой книжки, которую я упомянул, это типические ошибки мышления, что вот мы выбираем факт из контекста и уделяем его неадекватный объем внимания, но это же не характеризует общую ситуацию никак. Но все равно же это создает некий фон. Опять, мы работаем с этими ошибками мышления, или мы просто, ну, как бы… То есть, хороший вопрос, а вот агентство должно быть терапевтом общего, как бы, разума, общества или нет?